Привет всем! Сегодня будет обзор очень нетипичного телефона для бренда OnePlus. Модель, которая называется N20SE. Идет вот в такой вот черной коробке. Знаете, когда его выпустили, я сперва не поверил. Я думал, OnePlus серьезно сделали это. Они сделали сверхбюджетный телефон с самыми простыми характеристиками, наверное, за всю историю этого бренда. Мы привыкли, что OnePlus делают такие топы за свои деньги, очень мощные производительные телефоны с крутыми характеристиками. Если ты не хочешь тратить большие деньги на флагман какой-нибудь дорогущий, ты можешь взять OnePlus. Здесь же уже совсем другая картина. Это уже реально сверхбюджетный уровень. Телефон стоит около 10 тысяч рублей. Новый телефон OnePlus Nord N20SE, вот такое вот у него длинное название, около 10 тысяч. Версия 4.64 уже нам говорит о том, что, конечно, это не флагман. Не 8.128, не 12.256, а 4.64. Все скромненько. Итак, цена сейчас составляет 10.896 рублей. Ну, либо 11. Это в зависимости от того цвета, который вы возьмете. Черный почему-то стоит примерно на 400 рублей дороже. Продается он в двух цветах. Вот такая вот черная расцветка и вот такая вот светло-голубая расцветка. Ну что, давайте смотреть. Сверхбюджетный телефон от OnePlus. Они решили все ниши закрыть. У них уже есть средние телефоны, дорогие флагманские телефоны. И вот самый-самый ультрабюджетный сегмент. Итак, смотрим, что по комплектации. Ну, во-первых, мощность зарядки. Какова мощность зарядки у телефона за 11 тысяч рублей? Здесь мощность зарядки 33 ватта. Я могу похвалить только компанию OnePlus, потому что для такой цены зарядка очень мощная. Ну, серьезно, ребят. За 11 тысяч рублей порой производители кладут 10-ваттную зарядку. Ну, либо 18-ваттную. Это прям в хорошем случае. Здесь же мы уже имеем 33-ваттную зарядку. Это, мне кажется, самая быстрая зарядка за эти деньги. Кабель тоже в фирменных цветах OnePlus. Красненький, красно-беленький. И здесь разъем Type-C. Не стали экономить уж предельно. Не стали экономить. Не стали ставить micro-USB. И хорошо, кстати. А то бы это смотрелось ну совсем уж. И поставили USB Type-C. Вот, пожалуйста, этот разъем. У меня телефон в светлом цвете. Открываем. По дизайну могу так сказать, что он выглядит вполне себе в тренде, в теме, как современно. Не сказать по нему, что это какой-то сверхбюджетник. Потому что сейчас, ну, сейчас реально все начали делать красивые телефоны. Сейчас куда ни посмотри. Откровенно таких уродцев каких-то, блеклых телефонов уже и не осталось. Даже в самом дешевом сегменте до 10 тысяч уже компании, ну, стараются делать красиво. Телефон выглядит симпотно. И этот тоже телефон, мне кажется, выглядит вполне себе. Вполне себе неплохо. Так, наклейку кое-как отклеил. На что они ее клеют? Смотрите, вот как он выглядит. Ну, то есть, мне кажется, что нормально. Это пластик матовый. Он еще немножко так, знаете, как подсвечивается. Как-то вот с этой стороны, вот если на него свет падает, он каким-то становится сиреневым, да? Желто-сиреневым. А вот так, если свет не падает, он какой-то голубовато-синий. То есть, тоже такое интересное покрытие. Не абы какое. Ну, приятное, приятное на ощупь. Не оставляет отпечатки. Слегка такое, знаете, как матированное какое-то. Еще типа в какое-то напыление на нем. Ну, в общем, сделано классно. Логотип по центру OnePlus. И он не нанесен поверх. Он как будто там внутрь как-то покрашен. То есть, я думаю, со временем он не сотрется. То есть, он защищен вот этим покрытием именно. Напылением каким-то. Что он не будет затираться. Выглядит очень стильно. Очень стильно. Рамки, все, все сделано такой плоской. Плоский стиль современный. Значит, камера чуть-чуть выступает. Ну, посмотрите, как красиво оформлен блок. Камеры простенькие. Всего два модуля. Вспышка. Но сделано со вкусом. Сделано реально хорошо. Внизу разъем для зарядки, для наушников. Динамик. Вот они, сеточки. Все прикрыто. Все сделано грамотно, качественно. Прям чувствуется качество. Микрофон. Посмотрите, какой большой здесь вырез. USB Type-C разъем. Справа кнопка включения с углублением, чтобы удобнее было сюда палец класть. И эта же кнопка еще и отвечает за сканер отпечатка. В нее же встроен сканер отпечатка пальцев. Боковина сделана из пластика, тоже покрашенного в цвет корпуса. Так, есть ли стыки? Стыки есть, но они еле-еле заметны. И посмотрите, здесь практически незаметно вот этот стык. Вот здесь тоже. Блин, швы-швы вот эти корпуса. Вообще их незаметно. Реально, качество изготовления очень хорошее. Слева у нас две отдельных кнопки. Это не качелька единая. Это две отдельных кнопки. Отдельно уменьшение, отдельно увеличение громкости. И сим-лоток. Вверху ничего нет. На экране защитная пленка наклеена. Завода наклеена просто идеально. Никаких пузырей. Ничего нет. Ну и также в комплекте с телефоном наверняка идет еще и чехол. Сейчас посмотрим. Да, есть чехол. Есть чехол. Чехол фирменный, Иван Пласовский. Вот такой вот силиконовый с матовыми рамками. Задняя крышка глянцевая, прозрачная. В общем, вот так. Вот такой вот чехольчик. Комплектация вполне себе неплохая. Для телефона за 11 тысяч рублей. Знаете, он мне прям все больше и больше начинает нравиться. Смотрите, какая большая здесь дырка. Прям отверстие огромное под скрепку, чтобы открыть сим-лоток. Прям реально огромное дырище. Так, открываем, смотрим. Сюда можно установить две сим-карты и флешку. Здесь нет уплотнительной резинки. Две сим-карты и флешку. Как раз флешка, я думаю, понадобится. Потому что памяти здесь 64 гигабайта. Ну и кто-то по-любому захочет ее расширить с помощью microSD флешки. Ну а также замечательно, что он поддерживает две сим-карты физических. Тоже лишним не будет. Можно использовать сразу две симки. Итак, ну и вот. Вот и все. Вот такая вот комплектация. В целом очень неплохой комплект поставки для бюджетного телефона. Коробочка такая тоже не урезанная, не маленькая, не тоненькая. Все как надо. У меня версия 4.64. И здесь еще на коробке указывается дата изготовления. Год, месяц и число. Powered by Mediatek работает на процессоре Mediatek. Ну что, включаем. Включаем телефон, запускаем, зажимаю кнопку включения и жду, когда он запустится. Ну что, готовы увидеть новинку OnePlus во включенном виде? Вот он, пожалуйста. Ну, никогда не скажешь, что это OnePlus. Ну, обычный среднестатистический телефон, да? Ну, как и все. Здесь у него вот такой вот подбородок есть, имеется, как у бюджетного телефона. Разрешение экрана, обратите внимание. Тоже, если присматриваться, видны пиксели, потому что экран здесь дешевенький, простенький. И, конечно, капля. Конечно же, капелька. Но по пропорциям все выверено грамотно. То есть, мне нравится, как он по ширине, по длине. Он не узкий, не длинный, как, например, тот же вот 10C получился очень длинным, да? Каким-то слишком вытянутым. Он не широкий, да? Слишком. То есть, ну, вот грамотно сделана ширина, соотношение с длиной, с высотой. Вот оболочка. Оболочка классическая OnePlus-овская. Oxygen OS. Oxygen OS на базе 12-го... А 12-го ли? А не 11-го ли? Нет, 12-го. На базе 12-го Android. То есть, по софту здесь все отлично. Будет ли обновлять OnePlus этот телефон так долго, как обновляют они свои другие телефоны? Это большой вопрос. Потому что свои, ну, дорогие телефоны, да, если так можно выразиться, они тянут долго. Они реально их обновляют по несколько лет. Прям можно им за это поаплодировать. Бюджетные телефоны. Ну, как правило, наверное, обновление будет чуть поменьше. Ну, может быть, год-два обновлять они его все-таки будут. Итак, по характеристикам экрана. Я уже засветил здесь процессор. Я думаю, вы все прочитали и вы поняли, что это такое. По характеристикам экрана. Спереди у нас стекло. Значит, здесь пластик, здесь пластик. И экран здесь 6,56 дюйма. IPS. Разрешение HD+, 60 Гц. Вот такое вот разрешение. Вот такая вот частота, частота обновления. Самый простой экран. Но при этом он довольно яркий. Я могу сказать, что действительно он яркий. Есть автояркость. Неплохо. К нему можно привыкнуть. Особенно если учитывать стоимость телефона. Вспомнить, сколько он стоит. 11 тысяч. То вообще все претензии сразу отпадают. Сканер работает быстро. Сканер находится в кнопке питания. Также есть разблокировка по лицу. Тоже работает адекватно. Вот сейчас я смотрю на экран. Бац. Он меня узнал. Ну, конечно, не так все быстро, гладко, плавно, как на более дорогих телефонах. Но самое главное, что работает. Вот такой вот IPS-экран. Обычный IPS-экран. 6,6 дюймов примерно. 6,56. Итак, по железу. Железо здесь на и слабейшое, конечно, по сравнению с другими OnePlus-ами. Это Helio G35. Процессор, который ставится, например, в телефон такой, как Redmi 9C, которому уже 2 года. Процессор этот состоит только лишь из ядер Cortex-A53. Он восьмиядерный, но все ядра у него Cortex-A53. Я не знаю, почему не был выбран, например, процессор Unisoc последней серии. Да, там Unisoc T600. Там уже 2 мощных ядра Cortex-A75 есть. Ну, решили вот взять вот этот вот G35. Причем G35 здесь неправильно отображается. Он состоит из двух кластеров. Два кластера. 4 ядра с частотой 2,3 ГГц и 4 ядра с частотой 1,8 ГГц. Но в сумме они все одинаковые. Они А53. 12 нанометров техпроцесс. Видеоускоритель PowerVR GE8320. Ну и по памяти. Память здесь медленная. EMMC 5.1. 64 внутренние. 4 ГБ оперативной памяти. Вот такие вот характеристики, ребят. Вот OnePlus, что решила сделать в 2022 году. Сверхбюджетный, сверхпростой. Такой телефон для пожилой публики. Для людей, я не знаю, которым нужно там соцсети только. Ну вот самое-самое простое, что только можно придумать. Вот сделали. Да, по производительности, поэтому здесь не ждите ничего ванпласовского от него. Всегда мы думали, что ванплас это топ за свои деньги по соотношению производительность, цена. Здесь же вот 105 тысяч баллов в Antutu. Получите, распишитесь. Вот он стоит где-то 10500, да. И 105 тысяч он и выдает в Antutu. То есть, ну, стоит столько, сколько и производительности здесь. Конечно, этой производительности сейчас ее маловато. Маловато. Телефон работает, не сказать, что медленно, но все-таки неторопливо, я бы так сказал. Он работает неторопливо. Вот все приложения, они так постепенно, потихонечку, вот, ну, видите, да, постепенно, потихонечку открываются, ворочаются. Но кто привык к скорости, кто привык к моментальной работе, естественно, кто привык там к ванпласам, у кого в семье были ванпласы, сам пользовался ванпласом, решит взять этот ванплас кому-то детям, там, родственникам. Конечно, он офигеет, скорее всего. Вот, ну, а так, в принципе, это обычный бюджетный телефон, просто он немножко не вяжется у меня с восприятием ванпласов, вот и все. А так, это обычный бюджетный телефон, которых сейчас миллионы, мне кажется, уже разных моделей понапридумывали. Что здесь еще есть? Давайте посмотрим. NFC-модуль, очень важная сейчас часть в современном телефоне, его здесь нет. Итак, скорость памяти. Скорость внутренней памяти 173 мегабайта в секунду на чтение, 139 на запись. То есть, скорость тоже, ну, такая, простенькая, не быстрая. Зато, ребята, вот троттлинг. Троттлинга нет, ну, хотя он есть, он где-то 10% всего. Geekbench, 170 баллов в одноядерном и 900 в многоядерном режиме. И с мультитачем, смотрите, что у меня произошло. 8 касаний, я не знаю, вот почему так, но вот смотрите, вот 5 нормально, 6 нормально, все. Вот потом уже, когда вторую руку задействуешь, вот он 5 нормально отображает, вот вообще, вот прям идеально, 5 касаний, все. Добавляю 6, потом 7, вот все, уже начинает что-то троить. Вот он, все, 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 начинает. 8, все, 9 уже исчезают. И вот 8, вот 9, 9, 9, нет, показалось 9, да? Вот они уже исчезать начинают почему-то, я не знаю, видно, нет? Ну, то есть, уже как-то работает, вроде как 10, но он не держит их как будто 10 одновременных. То есть, иногда удается выбить, но вот он, видите, вот я пытаюсь поставить все пальцы, но другие исчезают. Я эти ставлю, эти исчезают. То есть, вот, видели, вот эти два исчезло сейчас. Вот как так? Вот. Ну, то есть, это какая-то странная работа тача. Ну, вроде как 10 касаний, но это не 10 честных касаний. Вот 5 он держит вообще без проблем. Это как будто 5 с каким-то еще бустом. С бустом. Вот. Ну, то есть, какой-то тач здесь такой странненький. Может, тоже немножко сэкономили на таче. Вообще, по процессору, я знаете, как считаю? Я думаю, надо было сделать чуть-чуть телефон подороже. Ну, может быть, на тысячу, на полторы. Ну, хотя бы поставить G85 MediaTek. Хотя бы, чтобы было уже не 100 тысяч в Antutu. Это уже слишком мало. Это уже слишком смотрится так. Ну, слишком смешно. Хотя бы 200 тысяч Helio G85. Ну, было бы уже не так. Не так. Вот. PUBG. Будет ли работать? Да, будет. PUBG настолько оптимизированная игра, что, в принципе, она будет работать даже на Helio G35. Конечно, все будет долго грузиться. Графика будет не самая крутая, но работать игра будет. И вообще, большинство игр, сейчас мобильные игры, они такие, стараются сделать... Вот, видите, как немножко все подлагивает. Мобильные игры, они стараются сделать сейчас максимально оптимизированным под большое количество устройств. Чтобы даже на слабых устройствах вы могли играть. Чтобы вы могли играть, да, там что-то скачивать, какой-то дополнительный контент, да, потреблять, приобретать. Поэтому вам сделают, сделают ниже графику, сделают это. Все будет идти нормально. Сейчас любой телефон новый купишь, все игры будут идти. Просто как они будут идти, да? Медленно грузиться будет. Ну, ладно, сейчас загрузим. Сейчас подождем. Просто вот здесь, видите, из-за слабого, видимо, видеоускорителя, даже вот эти вот, типа, кат-сцены загрузочные, они вот как слайд-шоу идут. Так, снуз, ну вот он, пожалуйста, PUBG. Вот она такая графика, короче. Ну, вроде как все плавно. G35, старенький, слабенький, держит эту игру, держит ее в кулаке, поэтому все работает, все четко. Так, давайте вот сюда сейчас полетим. Что-то я рано выпрыгнул, е-мое. Так, 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 ну давайте, ладно, здесь сейчас посмотрим что-нибудь. Ну, вот такая вот графика. Графика, конечно, для нетребовательных, вот, ну, поиграть в какие-нибудь простенькие игрушки. О-о-о, фризик небольшой был. Поиграть в нетребовательные игрушки можно. Вообще, этот телефон, конечно, не для игр. Конечно, не для игр. Шоу что-то говорить. Для игр можно взять что-то помощней. Так, ну, но поиграть все равно можно. Так, приближаемся к земле, начинают прорисовываться деревья, кустики, здания. Ну вот, дорогие друзья, вот так вот все примерно и работает. Есть микрофризы. Вот сейчас поймал парочку. Фризики такие были небольшие. Так, машина есть, машина. Хочу в машину сесть, проехаться, посмотреть. Но машины, по-моему, все уже какие-то подбитые здесь. На ходу есть машины? Что-то все какие-то ржавые стоят. Что они все за ржаве без колес? Какие-то кузова стоят просто, а машин-то нету. Заправка тоже заброшенная какая-то. Да, а что, мне пехом идти, что ли, по этому мосту? А вон какой-то УАЗик стоит. Может, УАЗика добежать, домчаться. УАЗик тоже, походу, весь уже гнилой. Не на ходу. Или это Гелендваген? Ха. Или это Гелик? Нет, УАЗик. Два УАЗика даже. Не, они тоже уже все не на ходу, походу. Ё-моё, ну ё-моё, тачку вообще нельзя взять. Короче, вот как-то так работает эта игра. Что здесь меня удивило, так это камера. Камера здесь на 50 мегапикселей, как у более дорогих телефонов. А второй модуль, который находится вот здесь внизу, это модуль макро. Точнее, даже не макро, а камера для портретов 2 мегапикселя, то есть датчик глубины. По сути, его здесь могло бы и не быть. Но это смотрелось бы не так круто. Правильно, была бы тогда одна камера, и уже не так это смотрелось бы трендово. Поэтому засунули вторую камеру. По сути, это затычка и фронталочка здесь еще есть. Ну, фронталка и есть фронталка, без фронталки сейчас никуда. Даже пускай она будет такая простенькая, но она все равно нужна. В общем, 50 и 8 мегапикселей. 50 задняя камера, 8 мегапикселей фронтальная камера. И приложение камеры, в отличие от многих других бюджетных телефонов, не выглядит как-то куццо, урезано. То есть здесь, посмотрите, сколько разных переключателей, сколько разных режимов. Ну, хотя, да, в пункте еще не так много режимов. Ускоренная съемка. Есть портретная съемка. Режим видео, но от режима видео мы можем получить только лишь Full HD. 30 кадров в секунду. Вот так вот все просто, как лет 10 назад, наверное, на смартфонах. Full HD и HD. 30 кадров в секунду. Все. Стабилизация. Ее здесь нет. Ни оптической, ни электронной. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас, может, в настроечках где-то ее можно включить. Расширенные. Нет, походу, нет вообще стабилизации. Да, и фронталка у нас видео. Видео тоже Full HD, либо HD. Ну, фронталка на 8 мегапикселей. Давайте сделаю фото. Так, ретуши убираю. Ну, ребят, вот, вот какое качество. Немножко краснит кожа, но старается сделать все-таки детализированный телефон. Резкость повышает, но немножко все-таки краснит. Краснит слишком. Немножко все-таки перекрашивает картинку. Но по детализации могу сказать, что нормально. Но перекрашивает слишком. И шумы. На заднем фоне видны прям цифровые шумы. Прям сильные-сильные. В крапинку все. Так, задняя камера 50. Вот здесь должно быть все гораздо лучше, гораздо серьезнее. Так, как это включается 50 мегапикселей? Вот, смотрите, здесь нужно выдвинуть вот эту шторку. И 50 MP вкл. Прям такой выключатель. Вкл. Включил 50 мегапикселей. Потому что изначально у вас будет фотка не в 50 мегапикселей. Так, смотрим. Вот она 50-мегапиксельная фотка, обработанная процессором Helio G35. Ну, как вы видите, особо 50 мегапикселей здесь, наверное, и не пахнет. Все-таки это не те самые 50 мегапикселей, как на более дорогих телефонах. Но все равно, все равно можно отдать должное. Фотоит он для своего класса. Ну-ка еще раз сейчас сфотую. Для своего класса неплохо. Это вполне то, что я и ожидал от телефона за 11 тысяч. Сейчас попробую сфотать мелкий текст на коробке телефона. Раз. Зум здесь цифровой. Так, вот такие вот текста получаются. Ну-ка еще раз. Так, а если выключить 50 мегапикселей, может еще лучше получится? Что-то как-то 50 мегапикселей. Ой-ё. Нет, походу лучше 50 мегапикселей. Ну да, камера совсем простенькая. Ну да. Вот 50 мегапикселей. Ну да, ребят, да. Камера совсем-совсем такая бюджетная, начального уровня. Есть портретный, конечно, режим. Но сейчас этим никого не удивишь. Сейчас он есть в каждом телефоне практически. Вот такие портреты можно сделать на этот телефон. Еще из интересненького. Есть встроенные фильтры. Максимальный зум цифровой здесь пятикратный. Ширика нет. Есть ночной режим. О, это тоже круто. Это реально круто. Ночной режим. Портрет еще. Профессиональный режим. Ускоренная съемка и панорама. Ну вот, собственно, и все. Все супер просто. Предельно понятно. Предельно просто. Можно портретник сделать на фронтальную камеру. Вот как это выглядит. Немножко здесь вот он размыл часть головы. Неправильно вот здесь тоже. Ну, короче, вот как-то так. Вот такие вот здесь камеры. Но что меня больше всего удивило, что в этом бюджетном телефоне решили сделать систему стереозвука. И это очень необычно, потому что в таких дешевых телефонах обычно динамик только один. Здесь два. Нижний и вот этот вот второй разговорный. Слушаем. Максимальная громкость. Так играет верхний динамик. Я этот закрыл. А теперь наоборот. А этот тише. Вот этот громче динамик основной. Этот потише. Но это такой, знаете, как полторашка называется. Типа полтора динамика. Не два равноценных, а полтора. Вот этот на себя берет там процентов 70 громкости и объема звучания. Этот там чуть-чуть ему помогает. Вспомогательный такой процентов 30-20. То есть это как... Ну, система стереозвука, понятное дело, все равно звук идет с разных сторон. Это лучше, чем один динамик, но такой вот. Ну, короче, неплохо, неплохо. В бюджетном телефоне тоже могу только лайк поставить. Аккумулятор 5000 мА ровно. Задняя крышка несъемная. Все замуровано там внутри. Придется идти в сервис, если захотите поменять себе аккумулятор. Ну, я думаю, практически, наверное, никто не будет это делать, потому что люди уже быстрее меняют свой телефон, чем доходит до замены аккумулятора. Тем более, таких больших аккумуляторов 5000. Он надежный, он долго будет работать. То есть, ну, как минимум года три емкость аккумулятора будет нормально держать. Потом уже со временем, конечно, после нескольких лет, долгих лет, там 3-4 года, в зависимости от того, как будете пользоваться, заряжать, уже начнется деградация со временем. Да и то, все равно аккумулятор большой, поэтому даже если он начнет постепенно, ну, меньше держать, все равно это будет не так критично. 5000 мА при должном таком, при экономичном, при экономичной эксплуатации его можно 2 дня вполне себе юзать. Да. И по зарядке, здесь быстрая зарядка установлена, его можно зарядить за 35 минут до 50%, до половины. И если вы хотите его полностью зарядить, то понадобится около 75 минут. То есть, ну, час с чем-то, час 20. Давайте вот так вот, час 20, и у вас телефон полностью заряжен. Но это тоже не так много для 5000-го аккумулятора. Многие заряжаются там 2-3 часа. Итого, что я могу сказать по OnePlus Nord N20 SE. Это очень нетипичный телефон для OnePlus. Это бюджетный телефон. Он дешевый. Он самый дешевый у OnePlus сейчас на данный момент. Но в то же время, это прям бюджетный телефон. Он выглядит круто. Он сделан круто. У него крутой комплект поставки. Но он немножко подтормаживает, что ли, мне вот показалось, да, из минусов. Слабый процессор. Однозначно, слабый процессор. Нет NFC. Это минусы. Из плюсов. Из плюсов. Стереозвук. Крутой внешний вид. Просто наикрутейший. Мне нравится, как он сделан. Качественно. Все. Универсальность. Можно поставить две сим-карты. Разъем для наушников. Уже Type-C есть. Type-C. Цена. Меньше 11 тысяч. С Алиэкспресса. Это вообще хорошая цена. Чехол в комплекте. Экран. Кстати, вот экран. Он нормальный. Он реально нормальный. Он не блеклый, как у некоторых Xiaomi дешевеньких. Он достаточно яркий. Без каких-либо там засветов, да. Нормальный экран. Нормальный экран. Качественный. Качественная IPS-матрица. Но самый главный минус, мне кажется, то, что он все-таки слабоватый. Камеры очень тоже ограничены по функционалу. Фронталка совсем простенькая, как будто реально десятилетней давности. Вот. Ну и, собственно, все. Но если вы вдруг рассматриваете там ребенку, родителям, бабушке, дедушке, я думаю, такой телефон им отлично зайдет. Для тех, кому не нужны какие-то крутые характеристики, у кого такие простые какие-то требования от телефона, можно купить этот телефон. Во всяком случае, вы знаете, что это не какой-то там no-name бренд, а это уже OnePlus. Здесь уже OnePlus-овская оболочка стоит. Это уже хорошо. Качество изготовления, да. Контроль качества OnePlus-ом проведен какой-никакой. Хорошие качественные аксессуары. Все собрано, все нормально. То есть, ну, вот такой вот телефон получился. Конечно, очень странный, очень необычный. Не ждал я вообще такого, что OnePlus сделает такое в 2022 году. Но решили вот попробовать. Я не знаю, может, это как пробная такая версия. Если пойдет, может, в следующем году они и дальше будут делать. Не пойдет, может, откажутся от этой затеи. Ну, короче, посмотрим. Ссылку я оставлю в описании к этому видео на этот телефон. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что думаете о этом телефоне. Всем удачи и всем пока.